Уважаемые слушатели, на школе здравого смысла мы начинаем свое очередное заседание. У нас, как всегда, совместно с заседанием Московского клуба «Терристинации. Эмоциональные интересы России». На школе здравого смысла здесь, в общественной палате города Москвы. Большое спасибо за прошлое предоставление по ее теплой залу, особенно докторно, в нынешнем тяжелом, уже холодное время наступившее. В прошлый раз у нас не было с вами заседания здесь. То есть я просил бы, наверное, несколько слов сейчас, я просил бы внимательно следить за анонсами нашей школы. У кого нету рассылки, вы можете подойти к нашему бессменному руководителю клуба «ВИЭЛ». Товарищу Назаревскому, он здесь у нас здесь сидит, и передать Алексею Николаевичу свои электронные адреса для того, чтобы в пустую не приходить. В прошлый раз у нас было выездное заседание школы, нам пришлось отъехать, потому что была очень серьезная тема, нам было поговорить. И какое-то видео, я так понимаю, уже было выложено в интернет, но первое видео, там разговор был действительно тяжелый, серьезный, многочасовой. А кусочек этого разговора можно уже посмотреть. Ну, на самом деле, разговор-то был, с моей точки зрения, он действительно был интересный, но не знаю, насколько он там принесет какие-то плоды, потому что говорят много, слушают нас много, а уж как там поступать будут, посмотрим. Но, тем не менее, было очень интересно. Мы были в гостях очень хорошего человека, там были представители молодежного движения, вот местного, там Подольского района, с ним память не изменяет. И что там было интересно сказано по вопросу о символах? Мы все время говорим символы, образы, знаки и прочее. Вот что они сделали под это дело, что им посоветовали? Там молодежь работает с ветеранами, в том числе ветеранами Великой Отечественной войны, то есть люди уже в достаточно преклонном возрасте. Если вы знаете, сейчас кто-то запустил у нас такую вещь, называется «года дожить». Это вот социально очень в последнее время часто звучит, что человек, который уже такого возраста, более чем почтенного, вот они там просчитывают, сколько лет осталось доживать. Там наш хозяин предложил молодежи, когда они пришли советоваться, потому что он, конечно, обижает очень людей, предложил называть их людьми главного возраста. Нам тогда очень сильно понравилось, люди главного возраста, и когда они к нему уже приходят и говорят, ну что вы, о чем вы говорите, вы же люди главного возраста, и отношения совсем у людей, и у молодежи, и у тех, за кем они ухаживают, совсем другое. Потому что люди начинают чувствовать себя востребованными, раз главного возраста, начинают уже и чувствовать, что им еще и пожить надо, и посоветовать что-то надо, и передать что-то надо. Это очень сильно важный вопрос о символах. Вот это вот, наверное, единственное, что я оттуда вынес, то есть встреча действительно позитивная, такая мощная, потому что ребята придумали сами, ребята правильно поняли, что такое знаки, символы, образы. Это было очень здорово. Опять же, в последнее время нам много говорят, вот по нашей рассылке, впервые за многие, как бы, многие годы, может быть, нам пришлось там достаточно жестко поступить с одним человеком в нашей рассылке, потому что начинает поступать очень много корреспонденции, люди смотрят, люди пытаются активно участвовать в дискуссиях, и иногда бывает перегибают после полуха, потому что на самом деле мы никому не навязываем свою точку зрения, мы никого не убеждаем в том, что только наша доктрина, или наша политика, или его политика, это правильно, а все остальные неправильно, нет. Мы просто говорим, что вот с нашей точки зрения будет вот так, вот так, вот так, потому что мы так думаем. И, как ни странно, вот эти наши прогнозы, которые вот Андрей Петрович, сидящий здесь со мной рядом, достаточно часто давал на протяжении долгих и долгих лет, а наши прогнозы вот на 14-й год и на ближайший, там, 15-й год, они срабатывают. Но мы никого не убеждаем в том, что правильно это прогноз, неправильно, мы просто даем вот этот маяк, и этот маяк работает. И поэтому, когда нам в рассылке приходят такие вещи, объясните-ка нам вот это, а подскажите нам вот это, а какая у вас там методологическая основа, а покажите вот это, вот это, дни цирка, и показывать мы ничего не будем. Что-то, что необходимо было показать, мы показали, то, что считается, как бы, нашим там на ухо, мы показывать не будем, потому что не считаем это необходимо. И поэтому впервые за последнее время нам пришлось достаточно жестко поступить с одним человеком, предложить ему, как бы, немножко соблюдать правила, в том числе и правила этического поведения на сайтах, а, к сожалению, не понял, ну, и дай Бог, пускай занимается своим, мы никому не мешаем. Почему мы так серьезно к этому начали относиться, я просто говорю всем, кто будет нам присылать свои материалы, то есть всегда мы готовы, и Александр, мы всегда готовы, и наши модераторы, и Алексей Николаевич, который сам лично просматривает всю эту почту, всегда готовы, там, всегда встречаем, всегда размещаем информацию, которую нам дают, мнение, которое нам дают, но просим не выходить за рамки, как бы, общепринятой порядка дискуссий, и просим не навязывать свою точку зрения, особенно не рассылать от имени нашей школы всем нашим подписчикам, опять же, свои какие-то материалы, хотя бы потому, что люди уже начинают злоупотреблять нашим доверием, люди начинают делать вот эту рассылку, и рассылка идет как бы от школы. Я сразу предупреждаю, не все, что вам приходит на почту, не все, что вам приходит на почту, является мнением нашей школы. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, в последнее время количество такой корреспонденции увеличивается, мы это просто не будем. Ну и, пожалуй, что, последнее, что хотелось бы сказать в этом отношении, мы действительно, перед тем, как передать слово Андрею Петровичу, Андрей Петровичу нам сейчас сделает обзор политики, мы обещали, что каждый раз, когда мы здесь будем собираться, у нас будет такая возможность, мы будем делать обзор за последнюю неделю. Почему мы так говорили? Потому что, если помните, еще даже в начале этого года все время одно и то же делался прогноз, что к концу этого года и в 15-м году время, начнет вот это социальное время, не физическое, а социальное время, начнет очень сильно уплотняться, и пойдет очень множество больших и серьезных событий, и мы будем расставлять свои мейки. Поэтому я передаю сейчас слово Андрею Петровичу. Выступление будет приблизительно где-то полчаса, у вас потом будет возможность задать вопросы, но недолго, потому что у нас действительно большое выступление, у нас следующее было заявлено уже заранее, выступающим Магомедов Магомедович, с темой по Новороссии, Новый русский порядок. Но на самом деле, когда мы будем передавать, там будет более расширенная тема, она не будет опираться только Новороссии. Но давайте не будем заглядывать. Вперед, Андрей Петрович, вперед. Ну ладно. Тема, которую заявили, это Китайский фронт, Третья мировая война. На материале, прошедших, так сказать, вот с начала ноября глобальных мероприятий. Это ОТС Пекине и Брисбен, значит, Большая двадцатка. Прежде чем говорить о Китайском фронте, надо сказать несколько слов о Третьей мировой войне. Напомню вам, что средства массовой информации весь двенадцатый год гнали волну на предмет того, что вот, календарь мая кончается, конец света, а сюда, двадцать первого декабря двенадцатого года, та история, которую мы знали, закончилась. Связано это с космическими основаниями, поскольку заканчивался переход из космической эпохи рыб, созвездия рыб, в космическую эпоху созвездия водолея. И этот переход закончился двадцать четвертого сентября, четырнадцатого года. Что же происходило в тринадцатом году? В своих предвыборных статьях президент нынешней Российской Федерации Валерий Леонидович Путин назвал этот период тектоническими процессами глобальной трансформации. Итак, к исходу двенадцатого года кончилась та история, которую мы знаем, и с тринадцатого года начались тектонические процессы глобальной трансформации. Тринадцатого сентября четырнадцатого года папа римский Франциск сказал гордую миру, третья мировая война началась. Массонерия на своих форумах, на родосе, я сам слышал от дочки короля Бахрейна, подтвердила те же самые слова. Третья мировая война началась. Говоря о Третьей мировой войне, надо от чего-то оттолкнуться. Оттолкнуться надо, видимо, от холодной войны. К сожалению, я не видел достаточно понятного и разностороннего подведения итогов холодной войны. А, собственно говоря, что там происходило в холодную войну, почему произошло, кто выиграл, в чем, так сказать, была победа. Поэтому для того, чтобы переходить к Третьей мировой войне, надо все-таки, так сказать, какую-то базу, значит, подвести. Так вот, холодная война политически проиграл Советский Союз. Он развалился. Он развалился вместе с военным блоком Варшавского договора и экономическим блоком Совета экономической взаимополнищи. Это политический итог. Главное поражение было на культурном фронте, поскольку, собственно говоря, рухнула вся парадигма культурная, включая и этику, и эстетику. Значит, если вы помните, у нас был социалистический реализм, стиль высокий. Он рухнул, этот социалистический реализм. У нас была этика, моральный кодекс строителей коммунизма, рухнул моральный кодекс строителей коммунизма. Значит, рухнула идеология, значит, марксизма, ленизма, рухнула практика реального социализма. Экономическая, да, технологически третья, значит, холодная волна закончилась чем? Советский Союз и весь этот блок проехал мимо пятого технологического уклада, значит, ввязавшись в гонку вооружений на направлении, значит, инфракрасных ловушек, то есть, того, чего нет и быть не может, Советский Союз проиграл технологический грен. Было пропущено, значит, персональные компьютеры, мобильная связь, значит, вот эти все вещи, значит, айфончики, вот эти вот, все это, значит, заняли, там, а внутри интел. То есть, значит, технологическое поражение, это пропустили пятый, значит, технологический уклад. Ну и экономическое поражение закончилось совершенно известно чем? 23 декабря 91-го года президент Советского Союза Горбачев Михаил Сергеевич объявил дефолт по долгам валютным в сумме 96 миллиардов долларов и правительство Российской Федерации сначала Силаева, а потом значит, Гайдара приняло пустую казну. Вы это должны помнить. А перед этим Михаил Сергеевич Горбачев значит, ездил побираться в Южную Корею, там он где-то хотел набрать хоть каких-то денег для того, чтобы хоть как-то расплачиваться по долгам. то есть, вот это поражение экономическое, оно было спланировано с 82-го года, вот тогда, когда Рейган объявил значит, именно нас, Советский Союз империи зла, тогда, собственно говоря, и началась война на товарных и денежных фронтах. И, значит, долговая экономика тогда, значит, загнала Советский Союз в дефолт по валютным обязательствам. Что происходит и сейчас? Значит, теперь, значит, Третье Мировое. Итак, вот я написал, значит, картину, как мы бестолковые, значит, не в политике видим, значит, проигрыш в Холопе. Значит, а Третья Мировая война, она со всей очевидностью уже не Холопа. Хотя, значит, наши патриоты, значит, в газете «Завтра», они, значит, опять, значит, поднимают вот этот флаг, что война холодная. Нет, друзья, война не холодная, Третья Мировая война будет горячей. Но, значит, если сказать, а кто с кем воюет? Ну, для того, чтобы понять, а где это Китай и где это Китайский фронт. Итак, значит, политически Третья Мировая война это война цивилизации. Вторая Мировая была войной идеологии, а Первая Мировая была войной чего? Веручений. Первая Мировая война это развал империи, империи строились на веручении, Вторая Мировая война это война идеологии, потерпела поражение Что? Национал-социализм. А выиграл кто? Либерал-демократия и коммунизм. Значит, на холодную войну зачистила коммунистическую идеологию, остался либерализм, либерал-демократия. Ну, помните, Штирлиц, прогнившие западные демократии, помните, 17-го июня весны, переговоры, кто с Келочком. Вот они и выиграли. Прогнившие западные демократии, победила либерал-демократия. Что же будет на... А, да, война цивилизации. Война цивилизации это уже не... Хотя война цивилизации это все равно с концептуальной точки зрения, это и вероучение, и идеология, но это уже более высокий уровень. Это война цивилизации, это война сакральных ценностей. Это мы, бестолковая политика, об этом говорим, стучим глоткой, откройте глаза, значит, политологи, культурологи, значит, всякие аналитики, ну, они все равно этого не видят и не увидят. Хотя, собственно говоря, и не я придумал войну цивилизации. Значит, итак, на идеологическом уровне это реванш черного интернационала в борьбе с либерал-демократией. А черный интернационал это вся совокупность национал-социализма. Вся совокупность национал-социализма. Включая и Иславу Моле, Джихар, это чистый национал-социализм. Вот эти ребята, значит, с черным знаменем, это часть черного интернационала. Это китайцы, которые, значит, отжимают сейчас партийцев и комсомольцев под знаменем, под знаменем, значит, китайского национал-социализма. Социализм в китайской специфике это китайский национал-социализм. Кто еще? Это тефтон. Те, которые всегда... А чем, собственно говоря, тефтоны? Это название, значит, вот, национал-социалистической рабочей партии Германии. Они, значит, коротко назывались тефтонами. А тефтоны почему? Потому что тефтоны исторически против кого? Против англсаксов. Поэтому, значит, это в идеологической части. Итак, черный интернационал, основная сила черного интернационала будет бороться не на жизнь, а на смерть, с чем? С либерал-демократией. Значит, экономический это развал, то есть переход из монетарной системы на основе нефтедоллара, куда? В другую монетарную систему на основе металлического золота. С технологической точки зрения это прорыв в шестой технологический уклад. А прорыв в шестой технологический уклад прежде всего это вопрос технологий. Чего? Энергетики. Это новая энергетика. Это что значит? Прощай энергетика углеводородов. Вот вы, значит, работники всемирной великой армии труда, которые, значит, там добываете уголь, нефть, газ, это все капут. Впереди новая энергетика. О ней уже заявлено. Это термоядерный, значит, синтез холодный, доведенный уже до, значит, образцов, значит, действующих образцов. И это, значит, даже такие вещи, как, значит, якобы несуществующие, которые наука не может объяснить и прочее, значит, генераторы рост. Значит, это все вроде бы как уже есть. Еще раз говорю, вроде бы как уже есть. Значит, понятное дело, что вся технология, которая сейчас, собственно говоря, значит, работает, она работает на нефть и газе, значит, на угле. Нельзя заменить, значит, подачу угля на, значит, какую-нибудь там трубку, в которой там какой-то там никель или порошок с водородом там что-то выделяет. Так устроено, значит, надо сломать эту ТЭЦ, построить другую. Соответственно, сломать вот эти заводы, построить другие. Поэтому та технология, которая жива на нефти и газе, она, конечно, будет, значит, замещаться ни сразу, ни в один день. И это и есть тот самый мучительно долгий переход в шестой технологический уклад. И что мы видим по шестому технологическому укладу? Лидируют там американцы, китайцы идут ноздря в ноздрю за ними, а, значит, наше полохранимое отечество и шестой технологический уклад со всей очевидностью где-то там, значит, проигрывает. Почему? То есть, ну где? Вот телевизор нам что-нибудь показывает прочитать экологическую укладу? Нет. Значит, военная мысль, на что, пошла, значит, куда-нибудь дальше, чем, значит, планирование депутатов? Нет. Значит, что у нас стратегичность какая-то есть в оценках обстановки? Стратегичность потери. Она потеряна везде, она потеряна на всех уровнях. Она потеряна в политике, в экономике, в культуре, она потеряна и в военной сфере. Поверьте, друзья, у нас в Генеральном штабе ничего, кроме планирования депутатов, придумать не мог. Переходим к Китарам. Значит, если говорить о том, а кто, собственно говоря, будет валить эту либеральную демократию? Ответ понятен. Либеральная демократия будет валить национал-социализм. Потому что больше нет. Так вот, китайское, значит, нынешнее государство, во главе с, значит, председателем Си Цзиньпином, это китайский дракон, это военный клан глубокого залегания, которые всем сердцем ненавидят англосаксов и никогда им не простят, что опиумные воды. Почему? Потому что это унижение, национальное унижение, которое, значит, вылилось в столетия позора, это англосаксы, это Ми-6, это Массанели, это, значит, середина 19-го века. Поэтому, как выглядит для китайцев, значит, да, а сейчас где эта либерал-демократия? Она, эта либерал-демократия, находится во плоти, значит, чего-то, значит, вот этого всего, значит, замечательного мира, она находится в Североамериканском Соединенных Штатах. Там, правда, тоже всякие силы есть, значит, там есть всякие белые англосаксонские, значит, протестанты, даже с таким, значит, антисеминским, значит, настроем. Вот. Но у них президент пока не белый, не англосаксонский, и даже не протестант, который ничего не делает. Вот. Он отрабатывает, значит, замечательно Нобелевскую премию мира. Пока сидит, значит, не белый, не англосаксонский, и не протестантский президент, значит, он, он эту войну спасительную для белых англосаксонских протестантов, он ее не начинает и не начнет. Да. Поэтому, когда, значит, коллега Хайс, значит, рассказывает, или, значит, там белые англосаксы спасут Америку и развалят, значит, монетарную систему, то есть это либерал-демократия на финансовом фронтах, или, значит, мировая, значит, финансовая система, значит, этой самой либерал-демократии похоронит североамериканские Соединенные Штаты. Значит, итак, Китай, а с кем? Драконы с кем? С тефтонами. Почему с тефтонами? Потому что это реванш. Реванш за то поражение Третьего рейха, которое, значит, произошло, значит, вот по результатам Второй мировой войны. А где эти тефтон? А, не в Германии. И если вы, значит, наблюдали вот эти вот китайско-германские, значит, обхаживания, то, значит, я вам несколько раз пальцем показывал вот сакральные подарки. Значит, Меркель дарит председателю Сикарту 1735 года, значит, китайцы, соответственно, значит, развертывают доктрину шелкового пути. Куда? В Германии. А почему в Германии? Потому что Германия – это технологическая страна. Значит, а этот шелковый путь идет через что? Через экономический пояс шелкового пути. А этот экономический пояс – это что? Это сырье и топливо. А, значит, зачем нужно сырье и топливо? А сырье и топливо нужно для фабрики 21 века. А фабрика 21 века – это и есть Китай. Китай наступает на товарных и денежных фронтах. И угрожаемый период, и первые операции Третьей мировой войны, начального периода Третьей мировой войны, первые стратегические операции начального периода Третьей мировой войны идут на товарных и денежных фронтах. Китайцы управляют и планируют это наступление. И это делается генеральным штабом. У китайцев есть сам начальник генерального штаба, который планирует эту самую войну на товарных и денежных фронтах. А у нас генеральный штаб ничего, кроме планирования ядерных ударов, не делает. А вообще, кто у нас хоть что-нибудь думает про то, что война – это не только пиф-пап. И не столько пиф-пап. Никто. Вы думаете, что Эльвира Набиульна, Улюкаев или какой-нибудь еще там Шувалов Дворковича, они вообще имеют в голове это, значит, хотя бы представление, что они делают и где. Вот мы бестолковые, значит, не в политике, года три назад, может быть, даже уже и пять назад, у нас была брошюра такая «Финансо-экономическая война». Там у нас было расписано, значит, стратегии отхода, потом там была написана «Обранительная финансо-экономическая операция», потом «Наступательная финансо-экономическая операция». Вот мы бестолковые не в политике в этой системе, значит, координат чего-то, собственно говоря, ну, тренировались, во всяком случае, вы можете почитать. Мы эту войну на товарных и денежных фронтах описали. А, значит, кто еще описал? Никто. Ну, ладно, значит, сформатической порога нет, поэтому пропустим это дело. Что китайцы делают? Что происходило? Итак, значит, шелковый путь – это создание континентального блоку. Сами посудите. Германские высокие технологии, экономический пояс сырья и топлива Центральной Азии и китайская фабрика 21 века. Вместе это мощный континентальный блок, которым будет не по зубам морская мощь, значит, американцев. Морского угла, в который входит и технологичный Япония. Япония технологичный, япония находится с той стороны. Фронт. Где этот, собственно говоря, главный фронт? Это Тихий океан. Значит, в 12-м году Обама, Барак Абу Хусейн, второй, значит, объявил стратегию возвращения в Азию. Возвращение в Азию. И под это дело, значит, министр обороны Североамерикан-Соединенных Штатов, значит, где-то в этом году, в середине этого года, объявил о том, что приоритеты развертывания американской системы, противоракетной обороны передового базирования переносится из Европы куда? В океанскую оборудовку. Поэтому там, собственно говоря, были развернуты, в Японии там уже стояла одна РЛС, значит, контроль воздушного космического пространства, и чего? Ранее обнаружение целей, и наведение противоракет. она в Японии там, она называется АМ-ТПА-ТПИ-ДАЛА. Значит, она мобильная. Вот, там она, значит, компьютерная, значит, способна различать цели, угроза-неугроза, в общем, технологический такой прорыв. и дальше они, значит, одну ставят на севере Японии, вторую ставят на юге Японии, третью в 15-м году поставят в Южную Корее. Вот, собственно говоря, значит, что делается. Ну, почти то же самое, что и блеф СОИ. Тогда, собственно говоря, стратегическая оборудовательная инициатива вынуждала реагировать на, значит, то, что, а, вот мы, значит, противоракетной обороны, значит, это всю контроль воздушно-космической станции развернем на каких-то платформах, значит, на каких-то там орбитах и все, тут там подаем любые, значит, пуски и запуски. А теперь, собственно говоря, такая же картинка идет, собственно говоря, с этими средствами передового базирования. То есть, они там и в Европе, помните, это перетягивание каната, там, значит, где-то там, где-то радары, где-то там противоракеты, теперь плюнули на эту Европу, разворачиваются в северо, значит, в азиатско-тихианской войне. Это что такое? Это все блех. Почему? Потому что победа будет там же, где и в холодной войне. Это все ловушки. Это инфракрасные ловушки засады. потому что удавка, долларовый удавка, это то, что происходит на наших глазах. Это то, что было с 1982 года по 1991. И то же самое происходит сейчас. Сначала количество смягчения, нати, 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 доллары, набрали долларов, потом опускаем цену на нефть, а платить по долгам надо в доллары. А приток долларов от того, что мы сливаем нефтя, чем ниже цена, тем меньше долларов, а платить по долгам все равно нужно. У нас валютные резервы, которые стыдно называются золото валютами, еще пять лет назад этого золота было 319-го. Значит, а теперь я не знаю сколько, но все равно коротки. Почему? Потому что Китай 30 тысяч и переход на новую финансовую систему, китайцы сразу становятся самые богатые. Вместе с кем? С Ротшин. А вы, значит, активисты, либерал-демократы, ну вот сейчас там, значит, чего-то покупает там что-то, значит, золото. Скупает там сколько можно, его уже нет. Ну, так или иначе, значит, удавка, удавка долговая. Этих самых резервов у нас там 470 с чем-то миллиардов долларов, а совокупный долг 800, там, 90 с чем-то, значит, миллиардов долларов. То есть, тех резервов, которые есть для того, чтобы покрыть те долги, которые есть, не хватает. Дальше, приход долларов, перекредитовка невозможной за санкции, куда идти, и наши, значит, замечательные активисты из Кремлевских, значит, там, значит, коридоров, они пошли в Китай. Вы, наверное, и сегодня могли услышать в речи министра иностранных дел Лаврова о том, что союз с Китаем это все более и более, значит, светлая перспектива решения всех проблем. Так вот, значит, этот поход в Китай за деньгами кончился ничем. Это было в ноябре, начале ноября 2014 года. Сначала Ликитян, это премьер китайский, здесь в Москве, а позавчера в Пекине повторил новую формулу российско-китайских отношений. Политологи, аналитики этого не видят, а там и смотреть нечего. Это различает знамение времен. Китайское измышление, оно конкретно символическое, оно иероглифическое. Поменялся иероглиф, обязательно поменяется имя. И теперь наше отношение в китайской, в китайской формулировке выглядит в следующем образом. Это с ноября месяца. Всестороннее стратегическое взаимодействие, в скобках, добрых соседей, взаимодействие тусаси. И появилось новое слово прагматичное выгоды собственных партнеров. Появилось слово прагматичное. И когда нам рассказывают телевизор, значит, министры иностранных дел, газета «Завтрак», значит, патриот, вот пойдем в Китай, вот уже появился слово прагматичное, а прагматичное это значит, что своя рубашка ближе к телу. Поэтому попытки нашего олигархического, значит, рынка перекредитоваться в Китае оказались чекными. Китайцы сказали «Нет! Мы вам, дорогие россияне, долларов перекредитоваться не дадим!» Ну, как китайцы всегда делают, в отличие от прочих западников, они не кидают на 100%, у нас товарооборот 81 миллиард долларов. Что Россия поставляет в Китай? В основном нефтяру, значит, сырье и топливо. А значит, вот на три года китайцы выделили 150 миллиардов юаней, это 8 миллиардов долларов в год, вот и все, куда нас, дорогих россиян, китайцы, пустят. То есть, вот на 8 миллиардов, то есть, на 10% от товарооборота нас, дорогих россиян, в юань пустят, а все остальное, извините, в долларах. Значит, 30 лет будем сливать нефтяру в долларах, 30 лет будем сливать, значит, качать газ в долларах, все остальное, все в долларах. А где они в долларах? Их нету. Цена падает. Значит, падает, и цена будет вчера, значит, американская, мы будем опускать до 50. Это вчера мы сказали. Ну, ладно, даже если они опустят до 65, это банкротство. И держать эти это понижение, держать они это будет 2 года минимум, а то и 5 лет. Вот и конец. Вот так вот. И не надо никаких ракет против ракет, не надо никаких ядерных взрывов. Все это пустое. Значит, что еще происходит на этом самом фронте на китайском? Китайцы наступают куда? В Юго-Восточную Азию, значит, в Северную Азию, на Тихо-Кианском фронте. Везде развернута зона свободной торговли. Сосиан зона свободной торговли, значит, с Кореи в следующем году будет зона свободной торговли, а с Австралии объявлена в ходе, значит, вот, визита председателя СИИ. Вот интересные цифры. Торговля с Австралией. 130 миллиардов долларов. Что продает Австралия в Китае? Она продает то, что им сырее топлива. мы 81 вместе с чем? С военными технологиями, техникой, значит, вооружения, боевые техники, да, вот эти вот самые, С-400, значит, там, С-135, там, и все это, все эти разговоры, туда же, значит, а там чисто, значит, идут рудовозы, я вот в Ханчангане видел, 200 тысяч рудовозы, это ужас, что такое? Вот везут и везут, это все 130 миллиардов, а у нас в этом году отток капитала из нашей Богохране в Отечестве 130 миллиардов. Ну, вот она где война на товарных и денег на фронтах. Значит, а что происходит на просторах, значит, шосс? А на просторах шосс происходит борьба с тремя злами, сепаратизмом, экстремизмом и международным терроризмом. Вы что-нибудь слышали о том, что на просторах шосс будет зона свободной торговли? Слышали? Нет? И я не слышал. А вот с Австралии уже начали торговать на ЮАНе. А вот ОСЕАН уже давным-давно два года как свободный торговый. Вот оно наступление китайцев на товарных и денег на фронтах. Вопрос остается такой. Где мы? Значит, что происходит на товарных и денег на фронтах? Китайцы наступают. Значит, что происходит дальше в китайско-американских отношениях? Сговор. Сговор относительно чего? Относительно денег. До конца года в ходе визита Обамы и переговоров с председателем СИИ договорил до конца года соглашение, инвестиционное соглашение, которое начали разрабатывать сразу после начала финансового кризиса. В 2008 году оно до сих пор идет, идет, до сих пор не договорились. Значит, а это договор в чем? Куда девать? 4 триллиона нулей. Оно будет подписано с американцами. Для справки, торговля с американцами, товарооборот с американцами 520 миллиардов долларов. С нами 80. С Австралии 130. Поэтому, значит, вся эта торговля, особенно весь прагматизм, это не то, что соединяет, а то, что разъединяет. Потому что, если речь идет об интересах, моя рубашка ближе к телу. Поэтому эти циферки, они ничего не решают. Это не то, что соединяет, а то, что разъединяет. Значит, где же то, что соединяет? Еще раз возвращаюсь к главной теме, главной мысли, которую сегодня высказал. И вообще-то это не я высказал, какой-то хантингтон еще до меня давным-давно написал. Если Третья мировая война это война цивилизаций, то нематериальная основа этой войны это сакральные ценности. Еще раз повторяю, не интересы, не прагматизм, а ценности. Это то, за что можно умирать. Это героизм, а не прагматизм. И здесь в ценности у нас с китайцами есть основания. Их можно найти быстро, потому что китайцы переходят на из марксизма, ленизма, мао-дзи-дун идей, они переходят на конфуцианскую этику. А у нас худо, бедно, плохо, не так, все, но не забыто православная этика. И между православной этикой и конфуцианской этикой противоречий нет. Если говорить о том, что такое цивилизационный код, то это не слова. Почему у нас вот все время идут какие-то разговоры, туда-сюда умненькие, никак ничего не могут написать, потому что цивилизационный код, это не слова, сколько не читайте слова божья, там нет кода. Код это число, свет, музыкальный том, фигур, это символы, их нельзя адекватно расписать словами. Так вот, в цивилизационном коде мы, значит, русские 3,8, и китайцы тоже 3,8. Они боятся этого, они знают это. Поэтому все делается для того, чтобы на ценностях развести. И это пока получается. Поэтому, значит, а что, собственно говоря, перспективу света? Перспективу света, если вернуться к тому, к той культуре, которая есть нематериальная основа в отношении, если вернуться к семье народов, если вернуться, а семья народов живет в этике, а не в законе. Поэтому, значит, вот он направление. И мы об этом книжке написали. Можем стучать глотки сколько хочешь, все равно бестолку. Только сжатие кризиса позволит организовать подсос. Я, значит, все закончил. Что происходит, у нас все происходит. Я подважаю на передачи за то, что мы говорили, будет боевая информация, меня было расширенным. Я хотел бы сказать, что в следующий раз заседание предварительно будет через неделю, и как раз основного точек будет Андрей Петрович 9, когда мы будем говорить о Третьей мировой войне. В ракурсе не политики приблизительно так будет звучать. А сейчас мы хотим перейти, я не буду сейчас задавать вопросы, мы вышли за рамки, она заявлена тема по Новороссии, я бы хотел предварительно сказать, буквально два слова. К сожалению, Александр Горуныч сегодня нет, в силу объективной ситуации, некие сложности возникли, просто семейного порядка, ему срочно пришлось уехать, темпу, конечно, представил Маганита Ахмедовича, но я, наверное, попробую это сделать так. Предварительно просто скажу вот что, по поводу вот этой речи. Мы когда-то работали с политтехнологами, с теми, кто делает американских президентов, кинг с Майклсом, они рассказывают такое, мы рекламу ставим, когда по телевизору, и вот когда мой клиент начинает говорить, что на мне вот так вот уже, мы ставим себе галочку, что она начинает действовать в этой рекламе. Нас все время обменяют, что мы говорим об одном и том же, об одном и том же, об одном и том же, и нас не слышат. Нам приходится, вот мы сейчас говорим о культуре, на следующей неделе мы будем выступать в общественной палате Российской Федерации. Нас все равно не слышат, потому что сколько ни говоришь, ни говоришь, где-то начинает мелькать, вот буквально через год, через два что-то начинает мелькать, наконец-то. А сейчас время уклоняется, поэтому мы так торопимся, Если мы будем говорить все время, то мы идем лучше. Приходится сейчас много, там как бы ездит много где-то говорить, участвовать в этих круглых столах, конференциях и прочее. И, к сожалению, в последнее время, видна вот такая вот тенденция, уровень несколько падает. Сначала мы думали, что мы такие умные стали. А мы действительно стали умные. В выпуске даже в школе, как бы это показывают в своей практической работе, системности своего подхода и к пониманию глубин вот этих, как бы, что происходит в политике. Но, к сожалению, мы вынуждены еще признать, что падает, как бы, это было училище-числавно, падает общий уровень, в том числе аналитики, именно вот в этом системном подходе. Потому что есть блестящие аналитики, вот отдельно, звезды просто прекрасные, они сюда приходят и выступают, но, к сожалению, вот общий уровень, как бы вот эта вот поддержка, как бы грубо какая-то, я их даже не могу назвать, потому что сейчас дает нормальную рекомендацию. Потому что мы там даем, мы даем только маяки. Мы не даем рекомендации, мы даем только маяки. У нас здесь собирается достаточно большое количество интересных людей, которые сидят тихо, скромно, они выступают. Один из них, вот у нас Магомед, действительно очень скромный человек. И мы рады, что мы его наконец-то сегодня вытащим внутри дома. Он недавно написал прекрасную книгу, просто прекрасную книгу, очень большую, которая уже вызвала принятие обсуждения, очень серьезное обсуждение. в нашем небольшом коллективе в интернете. Это книга «Хомо юнос. Человек единый». Большая у нас в рассылке была. Если хотите, мы вам еще раз ее вычем посмотреть. Тему заявили Новороссия. Ну, вот что интересно, мы говорили о людях главного возраста. Я не буду говорить о всех достоинствах Магомеда. Мы их знаем, хотя бы немножко, хотя Александр Городчик бы больше сказал. Мне много заслуженно спрятать, действительно. Ну, вот люди главного возраста, они чем отличаются? Вот теперь можно уже начинать сидеть в метро, а когда сидишь в метро, начинаешь читать, начинаешь читать, и вот случайно. Не потому, что я там, как бы, к этой встрече буквально на днях взял очередную книгу от очередного товарища. Ну, я не буду говорить, как автору. Мне, на самом деле, очень сильно нравится. Но вот эта книга совершенно случайно, я тут нашел такой вот абзац. Я писал про некий интеллектральный клуб под условным названием Магомеда, где собирается всякая разная мыслящая тусовка. Я прошу прощения, а так автор написал. Перегибает. Вот позавчера был очередной спорящий, где присутствовали я, Витя Фридман, Андрей Фаршев, Крюков и так далее. Но, естественно, был сам хозяин клуба Магомед, кандидат физматических наук. Это не станет, если мне память не изменяет. И дальше, там, в другой книге было. Переходные эпохи, гораздо такие штуки, собираются люди обсуждают то-то и сё, генерируют идеи. А главное, собраться вместе критической массе, недюжинных умов и лампутами. А место встречи совершенно неважно. Может быть, всё что угодно. Вот такую могучую кучку пригласили меня. Собиралась она, может быть, и сейчас собирается. Это горст консульталов, нет-декор, метро ВДМХ. И дальше говорится, где и в какое время. А хозяин, который является, лучший выпускник физтеха по имени Магомед Пятшев. Я не знаю, тот ли это Магомед. Приятно, согласитесь, подводка красивая, да? Потому что наш Магомед, он тоже доктор, ну, кандидат. Кандидат, причём не просто кандидат, а кандидат в техническую науку, физико-математических наук. Это очень приятно. И труд, посмотрите, вот труд. А ещё он пишет маленькие рассказы. Я совершенно случайно набрёл на эти рассказы в интернете. Совершенно потрясающе. Мне понравился рассказ про лауреата на русском премии 2008 года, если мне память не изменяет. Маленькие такие красивые зарисованы. Поэтому, я думаю, нам будет очень интересно его послушать. Не просто как человека, который нам будет рассказывать о Новороссии. Я думаю, о Новороссии тяжело рассказывать, тем более, что у нас здесь присутствуют люди, которые непосредственно Новороссию слишком хорошо знают. Очень хорошо, даже слишком не наши. Мы как бы оценим. Но вы просто послушаете человеку, у которого есть своя точка зрения. И которого уже, в отличие от нас, уже прописали в книгах большим количеством экземпляров. Я правильно понимаю, это у вас, Магомед Басарин? Оба раза про меня, я даже не знаю, где вы. Я потом подскажу. Пожалуйста. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Ну, вполне правильно выразился. Не оба раза про меня, а оба раза описывалась работа экспертного сообщества, которое мы назвали «Лобное место». Оно существовало с 2006 года, с лета 2006 года по декабрь 2009 года. Все, что имеет начало, оно обязательно будет иметь и конец. В своей книжке, ссылка на которую вы видите на экранах, я выражаю благодарность людям, с которыми мне довелось и посчастливилось общаться. Там они перечислены по именам. Многие выступают здесь, в нашей школе здравоосвестного. Если есть интерес, значит, в принципе, и даже ролики существуют, где-то висят, все еще сохранились. Ролики, я имею в виду, снятые там, в этот период времени. Может быть, все это уже в какой-то степени устарело, но тем не менее. То, что кто-то пишет книги по этому поводу, для меня, честно говоря, откровение. Поэтому я очень рад. Андрея Николаевича спрошу, где именно он нашел все это. Теперь, значит, к вопросу, к основному докладу. Прежде всего, хочу напомнить, вот полчаса, 40 минут назад, Андрей Николаевич, сказал о том, что, значит, иногда бывают рассылки, в которые люди, значит, вернее, школа, не имеют, вообще говоря, никакого отношения. Будьте аккуратны, значит, предостерегал Андрея Николаевича Митрофанова, значит, относиться к присылаемым материалам, как к мнению школы и ее руководства. Я, в свою очередь, сейчас хочу вас предупредить, что единственное, что было согласовано, это название моего доклада, что за содержание доклада и слайдов этого доклада школа и его руководство не несет никакой ответственности, и вся ответственность лежит на мне, на авторе данного доклада, данной презентации. Ну, вам станет понятно, о чем я говорю, буквально через несколько минут. Значит, по поводу названия. Я не являюсь, как вы, наверное, могли догадаться, человеком, который имеет непосредственное отношение к Новороссии. Я, значит, не участвую в тех процессах и тех военных действиях, которые там происходят. Название мое мною выбрано потому, что в Новороссии и то, что там сейчас происходит, демонстрирует, значит, как бы трагедию, некую трагедию, которая в сетий раз возникает, когда за дело берутся, значит, энтузиасты-воины, опять же, энтузиасты-желевцы, а процессами рано или поздно начинают управлять дельцы. Я только что назвал три категории людей, об этом, о троичности моего восприятия человека, личности и вообще цивилизации, в том числе и пойдет дальше речь. Но иначе, как трагедия, то, что там происходит, название мною. Может быть, кто-то у меня захочет поправить, но вот такова моя точка зрения. И название своего доклада я выбрал «Новороссия. Новый русский порядок» с той точки зрения, что я хочу сказать людям в своем докладе о том, что существует все-таки выход из этой круговертия, из этого круговорота каких-то активистов, каких-то ушлых ребят, которые вновь и вновь приходят к власти на той же Украине. У нас здесь круговорот инициативных товарищей вокруг некого углеводородного корыта. Этому бесконечному круговороту есть альтернатива. И я своим докладом хочу эту альтернативу продемонстрировать. Вот мы видим здесь цитату из произведения хорошо известного философа Конфуция, который утверждал, что бывают периоды, такие периоды, когда необходимо давать вещам правильные имена, вещам и процессам, правильные имена и называть их на всех базарах. То есть во времена перемен необходимо правильно назвать, или можно даже просто честно назвать то, что происходит вокруг нас. И в какой-то мере следующие несколько слайдов будут мои попытки сделать то, что завещал нам великий китайский мудрец. Прошу обратить внимание, вертикаль власти. Несколько лет назад появился такой термин в политической тусовке. И строительство вертикальной власти, это начальство, оценивалось как некий политический тренд, как некое политическое действие, которое объясняет все происходящее в нашей стране. Я тут рисунок нарисован не мной, он немножко подредактирован. Название соответствующим уровням власти подобрано. Вот то, что видится нашему начальству здесь внутри, в России. Однако совсем недавно произошел неприятный случай, неприятное событие произошло. Местное начальство выяснило, что начальством является только здесь, в России. Если же взять в глобальном масштабе, то в Паханы вряд ли кто-то может себя зачистить, и вряд ли кто относится к мировому начальству. Мировое начальство считает наших начальничков обслугой. Такая позиция, конечно, наше руководство, руководство нашей страны устроить не могло. Здесь групповой портрет начальства. Ну, конечно, данная фотография, она не без греха. Есть некие, значит, огрехи. Ну, например, газа не видно. Нефть почему-то белая. Опять же, значит, на фотографии не видны построенные начальством шурохранилища. Ну, в принципе, значит, вот так видится мне, и, думаю, изрядная доля населения, граждан нашей страны, значит, то руководство, которое нам руководит. Теперь, значит, после того, как всемирное начальство не допустило, значит, к себе наше руководство, к себе задний стол и указало место, не очень соответствующее, кстати, представлению, а, значит, достойным месте. Но мы на Западе перестали искать, значит, партнеров. Партнеры на Западе, значит, сказали, что, как вот генерал Шебаршин говорил, Западу от России нужно только одно, чтобы России не было. Вот, в конце концов, начальство наше осознало, значит, эту печальную аксиому. Ну, и начали мы искать, соответственно, партнеров на Востоке. Ну, на Востоке, в общем, люди с глубокими древними традициями, о которых замечательно рассказывает Андрей Петрович Девятов. Соответственно, значит, тот текст, который, как бы, демонстрирует отношение к нашим предложениям дружбы и сотрудничества, это, опять же, моя точка зрения, вот, выглядит следующим образом. Данным слайдом я хочу сказать, что многие желающие найти выход из создавшегося тупика, из создавшегося, значит, колеса самсары, которые крутятся, и выход из этого колеса, значит, некоторые истинные искренние патриоты видят в обращении к высоким образцам прошлого, прошлого нашей страны. Значит, есть люди, которые мечтают о каком-то замечательном монархии, есть люди, которые еще там глубже уходят в седую древность, говорят о каких-то там общинных, значит, традициях. Ну, я глубоко убежден в том, что прошлое, даже самое славное повторить невозможно, как невозможно войти, значит, дважды в эту же реку. Наша задача не прошлое возвращать, а найти в настоящем те расти будущего, которыми мы можем воспользоваться, и благодаря которым мы сможем преодолеть, значит, ту глубокую пропасть, в которой мне это довольно очевидно, наверное, очевидно и всем, в которой мы все вместе поверили. Когда я вам демонстрировал, значит, вертикаль власти, может быть, не очень политкорректно нарисованными, в этой вертикали основная, значит, проблема управленческая заключается в следующем. Как еще в древней, значит, Сидеев века говорил, насколько я помню, Ювенал был поэтом для Ленинского, он говорил, что основная задача, так сказать, это не просто, ну, казалось бы, да, кто-то что-то исполняет, какую-то функцию. Нужно всего лишь найти сторожа, который будет смотреть, значит, правильно ли эта функция исполняется. И потом Ювенал подумал, и, значит, пришел к доводу, что на этом все не заканчивается. Нужно еще найти человека, который за сторожем будет приглядывать, правильно ли он сторожит исполнителя функции. Ну, не нужно быть глубоким математиком, чтобы понять, что эта дурная бесконечность может продолжаться до бесконечности. Кто будет сторожить сторожей? Вот основная проблема, которая возникает в таких, значит, казалось бы, замечательных системах управления, как вертикан власти. Снятие этого противоречия, то есть решение этой задачи выглядит следующим образом. Нужно закольцевать, значит, структуру. То есть, предположим, что у нас есть, значит, некий исполнитель. Над ним есть сторож, там, первый. За первым сторожем, значит, присматривает второй. За вторым третий. А за третьим присматривает сам исполнитель. Происходит некое замыкание, значит, управленческой функции. И если правильно подобрать количество участников этой процедуры и правильно организовать взаимный контроль, то у нас получится система, которая имеет внутри себя встроенную отрицательную обратную связь. Что такое отрицательная обратная связь? Значит, это не что-то плохое, поскольку отрицательная обратная связь. Это некая кибернетическая система, которая позволяет системе сама собой, самой собой возвращаться в прежнее свое, ну, некое, значит, прежнее положение. Был какой-то гомеостаз, то есть, значит, правильное функционирование организма. Какой-то внешний, значит, толчок вывел систему из этого гомеостаза. Если система внутри себя вшитую, имманентно присутствующую ей отрицательную обратную связь имеет, то эта отрицательная обратная связь вернет систему обратно в прежнее, значит, первоначальное состояние. Вот автоматизм этого, то есть, некий, так сказать, зашитый механизм, это и есть залог того, что система жизнеспособна. Как образец, значит, я хочу предложить вам вот такую простую систему. Всем известно, значит, из древности такое мифическое существо, Кураборос, который сам себя кусает за хвост. Если мы вот так вот в цикл поместим трех, значит, этих змей, которые друг друга кусают за хвост, то мы получим как раз вот такую систему, которая, значит, внутри себя имеет отрицательную обратную связь, позволяющую систему не разваливаться, а, значит, любое изменение в ней будет само, это же изменение будет само приводить к тому, что система будет вовращаться в прежнее состояние. Значит, всего лишь, как бы, нужна следующая логическая цепочка. Вот змея, у которой, значит, красные глаза. Представьте себе, что она укусила, значит, то, что имеет, ну, то, что держит в своей пасте. Значит, она укусила змею с голубым глазом. Змея с голубым глазом от укуса, значит, пасть приоткрыла, потому что она ослабела, значит, соответственно, ослабел ее укус за хвост зеленой змеи. Поскольку зеленая змея таким образом получила некое усиление, значит, она крепче сомкнула челюсти на хвосте красной змеи, и красная змея, с которой мы начали свое рассуждение, она, значит, тоже была этим укусом ослаблена, соответственно, значит, она разжала челюсти. Таким образом, мы начали рассмотрение с красной змеи, которая, значит, внезапно, ну, не знаю, там, по каким причинам, может быть, внешним, может быть, внутренним, она усилилась, и это усиление, пойдя по кругу, по кругу отрицательной обратной связи, заставило ее, значит, ослабить. Вот, как бы, на пальцах, как действует рядный принцип самоуправления. Без вертикали, без начальника, который там дает указания. Теперь, значит, я несколько примеров, несколько примеров существования вот этих вот рядных отношений покажу в человеке, в государстве и даже, значит, в межгосударственных отношениях. Пол Маглин в 70-х годах американский нейрофизиолог обнаружил, что наша нервная система состоит из трех практически автономных элементов. Первый элемент – это то, что нам досталось от рептилий. Второй элемент – это лимбическая система. Ну, первая – это, значит, агитативная система, так называемая. Буду коротко говорить, поскольку не специалист. Вторая – это лимбическая система, то, что досталось человеку от животных, высших животных, млекопитающих, от хищников. Ну, и, значит, неокортекс. Сразу же, значит, расскажу о том, что… Следующая фраза, значит, это есть некая гипотеза. О том, что существуют такие системы, это довольно хорошо известно. Существуют даже эксперименты, которые подтверждают, что есть, значит, независимые, значит, комплексы нервные, которые существуют в человеке. Сейчас тема достаточно широкая, и не буду на это тратить времени. Но вот то, что, значит, допустим, неокортекс управляет лимбической системой, лимбическая система, эмоциональная, значит, система, работающая на гормонах, управляет вегетативная, а вегетативная, в свою очередь, управляет неокортексом, то есть нашим сознанием, сознательной деятельностью. Но это, значит, по сути дела, эта последовательность, она, в общем-то, здесь и доказано ничего, все довольно очевидно. Теперь о психологии. Человек ведом тремя инстинктами. Ну, я говорю инстинкт, я показываю не тот инстинкт, который там есть у насекомого, или уже у такого, значит, живого существа. Есть некий комплекс, который, по сути дела, говорит о приоритетах жизнедеятельности человека. Первый инстинкт самосохранения, эгоизм, значит, людей, ведомых в основном этим инстинктом, называют дельцами. Второй инстинкт сохранения рода, половой инстинкт, воина. Значит, третий инстинкт сохранения вида, эгоизм, жрецы. Ну, дельцы, воины, жрецы, некие, значит, архетипы, которые можно найти в истории новых религий, там, в эгоизме и так далее. Это некое название, но за ним стоит, опять же, стоят некие смыслы. Самосохранение. Это монада. То есть дельцы, это, значит, люди, которые думают, что живыми, живыми существами являются только они. Все остальные вокруг это пища, или же, там, возможность эту пищу добыть, и нечто такое, кстати, неодушевленное для них. Я говорю только в абсолютном виде дельцы. Понятно, что каждый из нас есть в целом области всех трех, значит, проявлений. Инстинкт сохранения рода, половой инстинкт, воина, делят мир на две категории. То, что внутри, как в внутреннем круге, это они к ним относятся как атруисты, то, что во внешней среде, они к элементам внешней среды относятся как эгоисты, то есть такая дуальность. Ну и жрецы, они, значит, не отделяют себя от всего человечества, они живут интересными всего человечества, они атруисты, они жрецы и готовы жертвовать, причем жертвовать не просто тамфемиану воскулить, там, какой-нибудь там петуха залезть на ротаре, они готовы жертвовать самими собой. Жрецы, значит, они готовы жертвовать и своими личными интересами, и даже интересами своей, значит, семьи, своих детей, вплоть до этого доходят в своей книжке несколько примеров, значит, подобного поведения и подобных известных жрецов я привожу. Жрецы – это люди, которые живут интересами всего вида. Первые, значит, живут в инстинктном сохранении, самосохранение – это только себя лично, вторые, значит, сохраняют рот, третий – сохраняют вид. Ну, поскольку, значит, мы, как вид, существуем только в совокупности людей. Ну, и, значит, здесь вот нижняя строка – это кто кому подчиняется. То есть, телец, он подчиняется воину, воин подчиняется жрецу, а жрец подчиняется телецу. Такая вот, такая вот форма урабороса троичного, который я вам показывал ранее. Реальное восприятие может быть продемонстрировано вот такой, значит, математической моделью. В книжке Гарнера Мартина Гарнера, значит, сказано, что вы придумаете такую пробку, которая задвинет все четыре, с совершенно разных отверстий. Ну, модель пробки, значит, здесь продемонстрирована. Просто, значит, эту пробку, если ее рассматривать, значит, с трех разных позиций, то есть, смотреть на проекцию этой пробки на три перпетикулярные друг полуплоскости, мы увидим круг, квадрат и треугольник. Это вот все, как бы, иллюстрация на тему, значит, насколько разным является мировосприятие для денца, жреца и воина. А на самом деле каждый из нас, конечно, в чистом виде не является ни тем, ни другим, ни третим, он есть некий вектор, вот, склонность человека, которая, наверное, вектор, соответственно, имеет проекцию, то есть, в себе каждый из нас в каждый момент времени содержит и ельца и жреца и воина. Значит, ну, циклы, это я уже, наверное, пропущу, речь идет о неком аналоге биоритмов. Об этом, кстати, долго песня, кстати, необходимо специально петь. Здесь, значит, написано, здесь описано три типы реальности человека. То есть, есть человек, вот, первый тип, он в течение, значит, цикла, а цикл, он, это, как бы, время оборота солнца вокруг своей оси. Дело в том, что солнечные пятна, области солнечных пятен являются, значит, источником потоков материи, которые, значит, в том числе и достигают земли. И когда, значит, эти солнечные пятна, они обычно концентрируются на одном из боков солнца. И когда солнце, значит, как лучом прожектора освещает землю, на земле в это время, значит, возникает эмоциональный всплеск у людей, у животных, начинается эпидемия, значит, то есть, эти освещения солнцем со своими потоками энергии, значит, земли приводят к тому, что на земле, как бы, земля получает толчок. Земля похожа, в данном случае, как колыбель, которую мать солнца качает, так сказать, толчками. Вот она толкнула, и колыбель, так сказать, качается, проходит две фазы, значит, фаза воина, потом после фазы воина следует фаза жреца, которая заканчивается фазой, значит, девица. Есть, правда, люди, да, первые, а, они родились в годы активного солнца. Еще раз говорю, значит, это гипотеза, но она очень правдоподобная, я здесь сколько людей не опрашивал, действительно так оно и есть. И вы можете просто посмотреть, великие и известные люди, в какие годы, в годы активного солнца, в годы, значит, отсутствия солнечной активности они родились, и они действительно, значит, демонстрируют, значит, первые, которые родились в годы активного солнца, они демонстрируют такую, как бы, они на все руки мастера, так сказать, они и жрецы, и дельцы, и воины, они очень разносторонние и гармоничные, они внутри себя живут, им для того, чтобы, значит, хорошо и гармонично существовать, не нужно замыкать, значит, свою выделенность, я говорю сейчас о В, о пункте В, вот если человек имеет ярко выделенное какое-то, значит, направление, то ему для гармоничного существования в обществе необходимо еще, значит, дополнить себя двумя членами, если я, допустим, жрец, вот, мне нужен делец и воин, и тесное взаимодействие с ними, вот эта тройка, она, значит, эти трое, найдя друг друга, начинают испытывать повышенное счастье, и это их способ гармоничного существования, значит, ну просто гармоничного существования, понятно, что общество. Есть, правда, отдельная категория людей, которые, значит, тоже родились, так же, как и те, которые в В, значит, категория В родилась тоже в годы пассивного солнца, но, значит, это, у них вообще вектор не колеблется, они, ну просто какие-то, ну не знаю, там, архаты, вот, они абсолютно, так сказать, внутри себя, они внутренние люди. Ну, в общем-то, не об этом хотел, так было сделать. Триада государства тоже, функционирование, значит, государства тоже в себе содержит триаду, вернее, троичность, значит, как отцвет проекция того, о чем я говорил, значит, есть функциональность, ну, институты государственные имеют функциональность в экономике, в идеологии и в политике. Политика – это воин, экономика – это делец, идеология – это жрец. Здесь, значит, на первом слайде изображен некий символ триадной гармонии. Вы видите две руки, которые держат друг друга. Экономика – политика и идеология. Там, где написана правда, рука, значит, над которой написана правда – это рука идеологии. Значит, та рука, над которой написан труд – это рука экономики. Обратите внимание, значит, экономика твердо держит за руку идеологию. Идеология твердо держит за руку политику. Политика держит экономику. Значит, вот эта конструкция – это идеальное состояние функционирования государства. Русский порядок. То, что было обещано на первом слайде, переходим к этому. Так вот, значит, с моей точки зрения, русский – настоящий русский порядок. А то, что такое русский, значит, это на последнем слайде я буду говорить. Почему-то, кстати, аварийц из Дагестана будет говорить, что такое русский, да? Я уж меня простите, но, кстати, у меня есть точка зрения на сегодня. Русский порядок. Круговая порога. Это три иерархии, исполняющие весь спектр государственной функциональности. То, о чем я, значит, рассказал на предыдущем слайде. И опять же, политика контролируется идеологией. Идеология подконтрольной экономики. Экономика подконтрольной политики. Теперь смотрим в мировом масштабе. Как человечество, как социум, значит, какова динамика. Мы видим, что я не голословим, я просто не привожу здесь, значит, математические выкладки. Довольно просто показать, что вот то взаимоотношение между тремя указанными силами приводит к некому математическому, простому математическому выражению, которое есть формула вот этой вот зеленой поверхности. Это некая-то санчаша, некая вогутная поверхность. Если запустить шарик по этой чаще, то этот шарик будет, кстати, бегать кругами. Представьте себе, что эта чаша еще и поднимается от начала координат, а подъем этой чаши от начала координат символизирует усиление социума. Все больше и больше энергии социуму подконтрольно. Если феодализм, это где-то там внизу, значит, вблизи к началу координат, капитализм чуть-чуть повыше, следующая фаза развития человечества, это, значит, рост энерговооруженности социума, чем-то похожа на обложенные друг друга матрешки. То есть, значит, вот эти плоскости, в данном случае зеленые, накладываются одну на другую, значит, и вектор, красная стрелка, и вектор развития, это развитие социума в направлении контроля над энергиями. Так вот, вот это вот, как бы, круговые вращения социума там по кругу и по спирали, вы видите, что социум то приближается к диктату идеологии, это идеократия написана, то приближается к диктату, значит, экономики, флотократия, то приближается к диктату демократии, это, значит, власть воинов, это термин у Платона в его известном труде государства, то есть, република. Теперь, значит, принцип нового русского порядка. Чем-то напоминает известные всем формулы, там, про социализм, про, значит, про коммунизм, но здесь есть нервность. От каждого по способностям, ну, это понятно, значит, выше головы не приближ. Каждому по заслугам тоже вполне справедливый, значит, подход. Но вот кто будет оценивать заслуги каждого из нас? Как сейчас начальство, которое оценивает, по сути дела, не заслуги, а совсем какие-то иные мотивы своего подчиненного. Не буду останавливаться на очень печальных случаях. Значит, если заслуги оцениваются как сейчас начальством, то будет все как сейчас. Если заслуги оцениваются каждым членом общества, если каждый член общества имеет возможность оценивать, а оценивать означает влиять на то, что, какую долю каждый из нас имеет в произведенном обществом, общественном продукте, тогда будет совсем другая ситуация. Здесь я нарисовал модель трех иерархий. И вот этот вот контроль или оценка качества того, что производит результат деятельности каждого члена общества, значит, с моей точки зрения, он должен осуществляться следующим образом. Вы видите три формирующие идеальные государства. Почему я говорю идеальные? Потому что на самом деле сейчас нет государства, у которого все три экономики, все три функциональности каким-то образом равны по силе. И, кстати, я уже даже не говорю о том, что между ними существуют описываемые связи. На самом деле чуть-чуть попозже, пару слайдов вниз, и я расскажу, что, с моей точки зрения, государство на настоящее время представляет собой. Так вот, идеальное государство. Мы видим, значит, три иерархии. Черными стрелками, значит, нарисовано... Черные стрелки отражают отрицательный контроль. Я сейчас скажу, что это такое. Белые – это положительные. Значит, белая стрелка – это поощрение. Да? Деньгами – это как еще можно поощрять? Не в лоб же целовать. А черная стрелка – это штраф. Значит, я нарисовал здесь по девять уровней. На самом деле уровней бесконечно много. Это для простоты я выделил уровню. Ну так вот, штрафовать можно, значит, на себе подобного, то есть находящегося на том же уровне и ниже. Поощрять можно, значит, находящегося на следующем, по сравнению с тобой, уровнем и выше. Видите, что идеология положительное, значит, положительное воздействие может оказывать в сторону членов, то есть член иерархии идеология положительно может, премировать может члена иерархии экономика. А, значит, отрицательно он имеет право, значит, наказывать членов иерархии политика. Это только один из трех, значит, раскладов. Вы понимаете, что можно, так сказать, менять там, то есть взять, допустим, в центре поставить, я имею в виду в центре вот рисунок Г. Если вместо идеологии там написать политика в центре, да, иерархия политика, то политика, значит, она отрицательно штрафует, значит, иерархию экономика, положительно поощряет иерархию идеологии. Ну и так далее. Просто один из трех возможных вариантов. У них вопросы время останутся? Ну, значит, если у нас времени совсем мало, то я, сколько мне еще надо? Время есть. Давайте, я думаю, что если еще минут десять, восемь-десять минут, если так, как это самое, ну, мы можем дать еще, в следующий раз там, или какой-нибудь из вас что-то. Ну, нет, ну, взгляните на... Я боюсь, что просто вопросы будут, и нам будет интересно рассмотреть. Ну, у меня два флайда. Ну, два флайда всего. А, ну, прошу. Вот мне подсказывают, что я название, значит, Новороссия, а мало про Новороссию. Дело вот в чем. Я об этом сказал, может быть, недостаточно четко эту мысль выделил. Если... Ну, обратите внимание, вот те же Майданы, значит, на Украину. Там ведь не только, значит, через эти... Правый сектор, так сказать, безумство. Туда вышли люди, которые искренне вели в то, что, так сказать, страна заслуживает, значит, других руководителей. Ну, что вроде... В результате чего... Что они получили? Они получили, значит, тех же динозавров, руководство, только еще похлеще. Значит, в той же Новороссии люди пришли туда по зову сердца. Я имею в виду из России. И уже там, значит, есть люди, которые... Вот мне не даст соврать, Роман. Уже там есть люди, которые, так сказать, задаются вопросом. А, так сказать, что в результате-то? То есть, если нету некой новой, свежей, даже не в свежести дела, а работающей новой, значит, управляющей системы, да, то, так сказать, будет все то же самое. Что в бутылку не наливай, какого цвета, так сказать, не наливай туда воду или же там алкоголя, значит, налитая примет форму бутылки. Ничего другого не будет. Поэтому, значит, когда я говорю о новом русском порядке, еще раз, значит, напомню, что такое русский, я еще скажу свое левецкое слово. Когда я говорю о новом русском порядке, я, по сути дела, имею в виду вот эту вот трятую систему самоуправления. Самоуправление собственным. И, как бы, в какой-то степени мое выступление, это некое, значит, извините, может быть, я чьи-то религиозные чувства, значит, оскорблю, но тем не менее скажу. Это некая благая весть, значит, о том, что помимо существующих вертикалей, существующих вертикалей власти, существуют другие системы управления. Возможно. Значит, ну, как вы знаете, в переводе на греческий благая весть – это есть Евангелие, слово так, что считайте этот доклад Евангелие от Бога. Значит, здесь, значит, это вот детали. Здесь я расписываю таким образом. Дело в том, что финансовая система – большое значение имеет финансовая система. Как формируются эти иерархии? Кто на вершине? И будет ли так, что на вершине останется какой-нибудь, так сказать, бесконечный бенефициар всего этого, значит, финансового потока? Значит, ну, да, если у нас мало времени, действительно, по технике дела можно, так сказать, отдельно поговорить, а можно вот книжку полистать, которую я порекомендовал. Просто вот если считать, что вот с правой стороны будем считать, что это вершина финансовой пирамиды, значит, любая финансовая система – это пирамида. И это тоже могу доказать, но времени уже нет, насколько понимаю. То любые деньги, поступающие на счет каждого участника, они, вот как показано, вот этот прыгающий, значит, по поверхности мячик, они вот так вот прыгают и распределяются, частично распределяются, как сказать, по всей, размазываются по всем участникам, значит, вплоть до вершины. Я это говорю, может быть, потому что вдруг кто-то захочет задать вопрос, там прям, чтобы, значит, на этом графике, значит, изображена, значит, технология построения финансовой пирамиды. Да, значит, я как бы не отрицаю. Вместо той финансовой пирамиды, которую для нас построили англосаксонские расставщики, мы должны придумать свою. Центр, как известно, англосаксонская финансовая пирамида находится в Лондоне, мы должны построить свою, чтобы Центр был, ну, где они там у нас, в Сибири. Ну, вот символ, который мне очень нравится, придумал его, частично я его образы увидел в интернете, это сильно переработал. Некий такой, значит, я это называю, так, что такое, значит, Homo Unus, название книги? В переводе с латинского это Человек Единый. Созвучно Гамаюн. Тоже некое, значит, как бы исконно русское слово. Ну и уж так изобразить хриарность с тремя, так сказать, крыльями, с тремя гвоздами и, естественно, с тремя головами, тут получился у нас тут Змей Горыныч такой. Вот. Опять же Змей Горыныч, если Горыныч рассматривать как, значит, отчество, то получается, значит, сын Горыныч. Горыныч, теперь по поводу русского. Что такое русский, да? Вот с моей точки зрения, значит, русский народ, это не просто так вот, это не просто один из многих, так сказать, живущих, значит, на среднерусское равнение. Это суперэтнос. Он возник, когда, значит, там еще в древние времена, может быть, даже еще древнее, удельные княжества, удельные Руси, значит, слились и образовали некие, так сказать, конгломераты. Он оказался успешен, в нем существовали те условия существования народа. В нем, конечно, там, можно, значит, находить и изъяны, там, и какие-то зверства там. Кому-то кажется, там, Иван IV Грозный там был слишком Грозен, так сказать, неправильно себя вел и так далее. Но результат, значит, заключается в том, что русские, значит, взяли в себя, не поглотили, а приняли в себя, значит, все те народы, которые оказались в орбите тяготения русского народа. Если мы рассмотрим, как возникает, допустим, солнечная система, звездная система, то сначала есть некое, значит, полевое облако, и в нем, значит, какая-то точка, да, начинает притягивать, значит, кусочки этого облака, возникает аккреция. В результате, значит, получается, так сказать, звезда, которая, ну, сначала это в небе искусственной материи, которая по силам реабилитации загорается, там начинают проходить реакции, вспыхивает солнце. 99% этого полевого облака сконцентрированы в солнце. Все остальное, так сказать, это как тот один процент, который вращается вокруг солнца. Вот чем-то возникновение русских, русского суперэтноса, значит, чем-то мне напоминает возникновение вот этой звезды, которая не силой в себя тягивает, не в силой себя тягивает. Конечно, значит, если говорить о гравитационной силах, то там как раз-таки силой все обтягивают. Но среди народов, значит, народы, они добровольно входят в русский этнос и растворяются в нем даже так, да. Потому что, значит, русский суперэтнос несет всем входящим в него, значит, и высокие, значит, стандарты развития, и высокие стандарты, значит, правильного отношения друг к другу. Потому что вот русский этнос, в отличие от других, допустим, есть еще там два блока, запад и восток, а у нас народ, это народ жрец. На западе народ, это народ воин. Если кто-то, кстати, со мной не согласен, мы можем поспорить. Но лучше, чем американцы, за свои гражданские права, так сказать, никто не борется. А на востоке, это, кстати, народ, это, кстати, торгаши, мелкие лавочки. Вот русские в результате, да, хочу сказать следующее. Некоторые, значит, национально озабоченные граждане кричат, что они хотят, кстати, иметь те же права, быть похожими на другие народы. Я хочу сказать следующее, что как только возникнет ситуация, когда русский народ перестанет прирастать в другие негативные народы, и, как бы, прирастать и расти, это будет означать начало его концов. Ну, Гумилёв нам написывает, что такое фаза, так сказать, акне, или там фаза, значит, как же она называется. Ну, в общем, конечная фаза, значит, развития народа, магенеза, значит, автоматическая фаза, по-моему, так. Вот это, как бы, участь, которая ждет, значит, русский народ, если он прекратит, так сказать, быть притягательным для всех остальных. Ну, кстати, довольно весело это звучит, но в свое время, когда в СССР, значит, были такие празднества, там, сколько-то лет вхождения, там, и грузины, сколько-то лет вхождения в Россию, в Россию, еще кто-то, значит, в Дагестане было специально, значит, научные сотрудники, там, группа научных сотрудников, которые, значит, ну, не смогла найти, значит, ничего добровольного, вот, как в вхождении Дагестана. Ну, при этом было принято правильное, грамотное решение, кстати, в ответ, так сказать, на то, что, ну, действительно, вот история так сложилась, что мы недобровольно пришли в Россию. В результате, значит, была сформулирована следующая, так сказать, сакраментальная фраза, мы добровольно в Россию не входили и добровольно из нее не выйдем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я закончил, так сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, заведомо, мы действительно знали, о чем будет разговор, как бы, заведомо было понятно, что будет неординарно, это действительно оказалось неординарно. У нас, на самом деле, по Новороссии мы можем поговорить, я не стал представляться изначально, но, имеет смысл, да, мы можем. У нас с вами находится рядом Роман Юрьевич, Роман Юрьевич у нас был долгое время слушателем нашей школы, он же выпускник Ракса, он же, как бы, первый, уже в историю вашего, как первый, как создатель пограничных войск Луганской Народной Республики. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда Роман Юрьевич отправлялся туда, я думал, чем заняться, на самом деле, потому что предложений у него было в достаточном количестве. Мы вспомнили о том, что мы все время здесь говорим о образах, о знаках, о символах, и какой должен был, мы так прикидывали, какой должен был быть символ государственности, и пришли к выводу, что лучше всего здесь символ государственности, это именно пограничные войска. И я действительно очень сильно доволен и горд, даже вот, вся наша школа, что вот один из наших товарищей, уже давно из наших товарищей, занял такую, вот именно, очень символическую вещь, создал пограничные войска нового государства. Давайте мы вам поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что у нас еще будет время задать ему вопросы, но давайте вот мы как бы к докладу сейчас вернемся, потому что я буквально там два слова скажу, я не буду больше. Мы не только думаем о том, что будет там в 14-м году, в 15-м году, это же, мы уже несколько раз вам подряд говорили, интересно, что будет в том антропологическом переходе, да, который мы вам уже рассчитали и сказали, когда он будет, и что там будет, как будет строиться денежная система, как будет строиться отношение, потому что мы сейчас пройдем, вот этот кризис мы все равно пройдем, я надеюсь, что наша страна есть у нас такая компания, мы пройдем через нее и должны будем что-то показать еще там, в те годы. Мы их не увидим, большинство из здесь сидящихся в объективной ситуации, мы смертны, но будет просто даже интересно сейчас прикинуть и там своим детям передать, чтобы они потом посмотрели. Поэтому, когда Магомед выступал, на самом деле, вот он параллельно идет по тем же дороге, как бы тут еще у нас несколько человек, да, и приблизительно все пересекается, приблизительно в тех же плоскостях, значит, это правильно. Когда несколько человек идет, это уже критерий того, что здесь что-то есть. Давайте мы, наверное, сейчас зададим ему вопросы, если у нас там будут какие-то еще более конкретные вопросы, можете взять у него почту, он обязательно отвечает, он списывается, да, и вполне возможно, что у нас будет когда-нибудь еще заседание школы, где мы еще раз попросим Магомеда выставить, чтобы он уже более подробно рассказал каких-то, если будут конкретные какие-то вопросы, очень специфические, чтобы он более подробно рассказал. Человек, который написал книгу, там, 900 с лишним страниц, наверное, понимает, о чем он написал и думал, когда написал. Прошу. У меня вопрос к докладчику. Валерий Крамословский. У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, почему святая святых имел доступ только первосвященник? Валерий Крамословский. Я продолжу вопрос. А где в вашей схеме первосвященник? То есть где? Где фундамент? Фундамент, значит, когда фундамент находится на человеке, или в фундаменте какой-то конкретной личности, то это очень зыбкий фундамент. Поэтому, кстати говоря, монархия является чем-то, так сказать, давно уже ежеджитым. Так вот, в Англии, в Великобритании, в Бележитой книге для особо чувствительной дамы. Фундамент – это отрядный принцип. Вот что является фундаментом, с моей точки зрения, гармоничного, долгоживущего и успешного социума. В этом фундаменте, вернее, в этом, значит, реальности есть, значит, жрецы. Но это всего лишь исполнители одной из трех государственных функций. Не пытайтесь найти над собой начальника. Вот эти попытки найти над собой начальника, или же так сотворить кумира, они плохо заканчиваются. Да, но когда все начальники, это еще хуже. Здесь начальников немного, потому что, значит, существуют иерархии. А иерархия – это означает, что есть, значит, структура подчинения и, значит, управления. Я не стал зацикливаться на том, каким образом формируется эта иерархия. Но она существует. Это не резома, понимаете, это не горизонтальная, так сказать, некая структура, где, так сказать, нет иерархии. В любом социуме, значит, его функциональность, она пропорциональна, его успешность пропорциональна, значит, той степени разделения труда, которая достигнута в этом обществе. А разделение труда – это означает, как раз, иерархичность. Есть, так сказать, социумы, в которых разделение труда вообще минимальное, там натуральный труд. То есть, каждый сам себя себя вращает кукулу. А есть, так сказать, социумы, в которых запускают ракеты, значит, к кометам. Для того, чтобы достичь вот такого, такой глубины, значит, развития, необходимо, так сказать, иерархии. Спасибо. Кто еще? Да. Розову, Дмитрию, такой вопрос. Есть ли перспектива у Довороссии каким-то образом воспользоваться вот этим принципом государственного устройства? Значит, я хочу сказать следующее. С точки зрения реализуемости все продумано до той глубины, до которой мне, как бы, мой интеллект позволяет продумать. Способы реализации тоже в том числе. Все это, значит, должно быть реализовано на некой сети, так сказать, как-то сказать, личных, так сказать, коммуникаторов. Все это может быть организовано. Правда, вот, Дмитрий выступает с инициативой запретить, значит, криптовалюты, вхождение криптовалюты. Имеется в виду вот это вот биткоины и так далее. Я, честно говоря, не понимаю, каким образом, значит, начальство собирается запретить, значит, людям пользоваться программным приложением, в котором, значит, зашито управление криптовалютой. Они, конечно, могут, значит, всем нам запретить там, указать нам дышать через раз, но как они будут это, значит, контролировать, я не знаю. То есть хочу сказать следующее, что с технической точки зрения все это реализуемо уже сейчас. Это первое. Более того, это стало реализуемым только сейчас. Значит, перейти от древней процедуры голосования с помощью турн к, значит, прямому более изъявлению народа, который на самом деле, по сути дела, это и есть, возможно стало только с использованием современных цифровых систем, причем, кстати, личным пользованием этих цифровых систем. Но, значит, что в Новороссии будет реализовано, я боюсь, что, значит, и в этом я с Михаилом Геонидовичем Харьевым, значит, солидарен. К сожалению, сейчас, значит, мы, мне кажется, прошли человечество, прошло ближайший максимум развития, значит, производительных сил, и нас ждет некое новое средневековье. И, дай Бог, нам, так сказать, не скатиться до каменных топовров, вообще-то, но с точки зрения реализации, я считаю, что это вполне реализуемо. Еще раз. Да. Михаил Шабалов. Мне вчера довелось присутствовать на мероприятии, посвященном там группа любимых Андрея Петровича, аналитика, подготовил доклад по БРИКС, да? Ну и тут ШОС, в следующем году Россия председательствует и в ШОС, и в БРИКС. И, к сожалению, этот вопрос не мой, задал представитель Сирии, там был такой Фарис Задирхан, наверное, известный человек. Он спросил, вот тут много говорить, а вот какая экономическая модель, ближайшая в условиях войны, для России, ну и БРИКС должна быть предложена России. И какие ценности, вот еще раз, ну ценности тут Андрей Петрович сказал, а вот экономическую модель такую, сформулировать ее можно на ближайшее будущее для России? Ну, да, у меня есть впечатление, какая у нас должна быть экономика. Вообще, ну, я считаю, что самое правильное было бы, значит, оторваться от внешнего мира. Дело в том, что, как я сказал, сейчас Россия внутри себя триада не имеет, вот триады, кстати, функциональные триады. Поэтому мы зависимы от заграницы, и там, за нашими границами, вынуждены, значит, третий элемент искать. Мы должны, значит... Я немножко хотел уточнить, суть его вопроса, кроме модели, значит, вот формы собственности. Форма собственности, пускай вот какая сейчас есть, так и будет. Я вас умираю, значит, если пойти по тому пути, о котором я говорил, кстати, это уже не будет иметь никакого значения. Форма собственности, это, кстати, было фетишем, ну, не знаю, там, во времена Маркса. Сейчас постепенно, сейчас вообще такой период, когда корпократы, значит, не имея никакой собственности, значит, являются первыми бенефициарами, значит, тех корпораций, которыми они управляют. Они могут вообще там акции не иметь, а хозяева акционеры, всего лишь, так сказать, игроки в эту финансовую рулетку. Ну, юридически все равно, как это... Это вы правильно заметили, да. Именно в этом, так сказать, заключается основное противоречие современного мира. Корпократы, являясь хозяевами, по сути, де-факто, де-юрер ими не являются. Вот все эти взятки, все эти, значит, замечательные, там, бонусы, миллиардные, которые, значит, там выписывают, или же все это воровство, которое у нас светет пышным цветом, это есть проявление, значит, текущего момента, когда карпократия, у нас тоже сейчас, значит, руководство, оно в меньшей степени руководство, значит, некого государства, и в большей степени, значит, карпократы. И поэтому им так обидно, да, слез, что их, кстати, выгнали с праздника. Да, но вот все-таки складывается впечатление, что народ пьет вот гениальных слов, как в 17-м году, да, фабрики рабочим, землю крестьяна. В 17-м году мы этого продумали. Нет, это я знаю, что много. Я же же об этом говорили, нельзя вступить дважды в одну дружелюсть. Нет, я не говорю, что такие же слова, но что-то такое. Ну, мы давно сказали, счастье не в воле, а в доле. Дальше идет по загрузкам, определяем карпократии. Ну, хорошо, сейчас одну секундочку, я просто как бы это самое помечу еще. Мы говорили, давайте мы чуть-чуть к Новороссии вернемся, сейчас дадим огонять, что-то передохнуть, нас пока не выгоняет, да, слава богу. Значит, Новороссия была прекрасным, да, прекрасным как бы, давайте это грубо скажу полигоном, да, даже в том виде, в котором она как бы появилась, вот появилась там, вот такой вот англав русского мира. И там можно было все делать, все возможное, как бы, там можно было отрабатывать неимоверное количество всяких разных моделей. Даже вот на тех двух, там, Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И они были к этому готовы первое время. Потом туда залезли, да что там, страна должна знать своих героев, как бы, да, вот эту первую волну пассионарности, которые ушла, те люди, которые действительно там пытались что-то сделать, как бы, один из них находится рядом с нами, мы знаем, насколько в сомарности прекрасно даем себя, что кто-то был, кто-то доехал. А сейчас там идет полномерное, как бы, уничтожение вот этих первых ростов, и это уничтожение приводит к тому, что там выстраивается такая же система, как у нас, она совершенно четко, очевидно, полностью такая же система, как у нас, только в худшем ее варианте. Потому что она еще наложилась на то, что будет во время войны, и если вы хотите посмотреть, что у нас будет во время войны, вот с той системой, которая у нас сейчас есть, вы поезжаете туда, это просто телевизор смотрите, и будет именно так. Когда вот люди не думают ни об экономике, ничего, пошел бардак, раздрай там, со всеми этими самыми русским народом, хорошие народы, я с Магомедом там, как бы, на русском народе есть свои, мы своими в Академии там четко там прочитывают, и положительная отрицательная вещь. Есть очень много положительной вещей, но есть кое-что, за что надо бороться. В Новороссии предлагали, как бы, сделать «дайте», вот этот лозунг «государство-социальное-справедливости». Вот первый лозунг, потому что люди там на месте просто, они ждали, там не надо говорить, что там будет социализм, не социализм, коммунизм, не коммунизм, там капитализм, берзанцы. Дайте им на противоходе государство-социальное-справедливости, Потому что сейчас все пойдет на противоходе в Новороссии. Мы сейчас очень быстро поговорим, потому что, на самом деле, мы это часами обсуждали в таких коллективах. Но как бы это самое? На противоходе что? Вот теперь вот будет человек сидеть вот с этой стороны границы, вот с этой стороны границы. Вы смотрите, вот тетя Маша здесь живется лучше, чем со стороны Украины, значит, они побеждают, у них была правильная идея. А если тетя Маша начинает жить хуже в Новороссии, значит, те были правильные, которые там как бы рванули ее Аэросоюз. Это очень серьезная вещь. Не на полях этого самого, не на полях боевых действий, там все будет, а вообще странные боевые действия, потому что, Господь с ним, не там будет неградами будет решаться, экономика будет решаться, хозяйство будет решаться, денежная система будет решаться. Поэтому, когда поехал наш товарищ, мы сказали, что давайте делайте символы, границы это символ, как бы флаг это символ. Предлагали совсем другой флаг, мы там бросили вообще флаг Южной конфедерации, даже вообще, как бы это самое, и даже звездочки там поставили, им бросили флаг, проекравший Южной конфедерации. Смешно. И кто это делал, я не знаю, специально это делали, как бы не специально, но это просто смешно. Потому что флаг там должен был совсем другой, мы знаем, какой он должен был, нашли все это сюжет суждали здесь. Красный. Это должно быть государство сейчас, социальная справедливость. Если они успеют вцепиться в эту идею, если там ее кто-то услышит, то, может быть, у них появится шанс. Мы маяк-то даем. Пользуйтесь, пожалуйста, радиологов. А уж как там будет, вот это с точки зрения капитализма, они там сейчас сидят, обсуждают, а до сих пор. Какой будет там, какой придет олигарх? Опять та же система. Какой придет хозяин, который там все это дело проплатит? Кто нам даст денег? Финансовая система. Еще в мае месяце говорилось, как-то попробовать сделать с финансами. Проводить, не проводить национализацию и прочее. Так что сейчас это проект умирающий. И как только тогда поставили господину Суркова, вот АО поставили, мне память не изменяет, где-то в мае месяце, уже как бы прошло, что господин Сурков туда встал, все в карматы этому проекту Сурковский. То, что господин Сурков не делатель, то, о чем говорил Магомед, он может это самое, при всем там моем уважении и неуважении, господь, снимай с ним, если чай не пил, не собираюсь, но это самое, могу его уважать за то, что он умеет там как бы вот эти вот распутывать или создавать это, запутывать там, без разницы управлять. Он системщик, я снимаю шляпу, он системный человек. Но он не делатель, а там сейчас нужен делатель. И в нашей стране он сейчас этих делателей, правильно там Магомед говорит, и просто не хватает этой прядности. И господин Сурков туда сразу после этого был поставлен, он начал вот это дело там раскручивать, как бы что, как управлять олигархами, как управлять вот этими теми, теми пассионарности мне нужна. И не на профессиональных, начали, давай, давайте вещь своими словами говорить, как бы называть. И управлять так, сейчас одну секундочку, управлять так, как они умеют. И результат это управление мы сейчас видим, вот сейчас Новороссия, я не знаю, как они там переживут эту зиму. Зима, видимо, будет холодная. Я знаю там более-менее какая-нибудь ситуация там с канализацией, то, чем мы писали еще в июне месяце, и как бы даже не вывесились, а точно говорили, не напрягайте, не нагнетайте ситуацию. Вы пишете там о гуманитарной катастрофе. А вот Роман Юрьевич есть, ну, еще февраля месяца, о чем достоинство школы здравого смысла. Как вот началась, как бы вот эта самая бадяга с Майданом, мы же там не говорим много чего, как мы там как бы просчитывали эту бадяга, когда до чисел просчитывали на свои каких-то основ. Но когда началась эта бадяга, сразу поехали, вот Роман Юрьевич поехал там с группой еще, с казаками работал, давайте, что мы будем открывать некие секреты. в нашу Воронежскую область, в Белгородскую область, там в Киру, в каком-нибудь это самое, там куда еще, ну, Роман Юрьевич может быть самым, по всем этим областям, и в областях, куда ездили, говорили одно, готовьтесь к тому, что будут беженцы. Разворачивайте, там все ржали. Вот, что такое, как бы, наша школа? Все просто ржали. Какие беженцы, какие лагеря, какая вода, какое прикрытие границы, какой поток оружия, какой эти самые террористы, какой... Все просто ржали. Вот, начиная от органов там местной власти, местного самоуправления, заканчивая губернаторами. Это не шутка, так оно действительно было. И это было февраль. Уже тогда знали. Поэтому, когда наступил май, мы уже знали, что будет там это самое, по осени. Вот сейчас, по осени, мы знаем, что будет по весне. Будем рассказывать, мы знаем, что будет по весне. Если будет продолжаться вот такая вот, как бы, вот этот вектор развития. Господин Сурков там ничего не снял. И потому, что он там неумный, там еще что-то, потому что он не сможет это сделать. Там должен прийти сейчас уж, боюсь, аналогию проводить хозяйственник. Там надо вводить систему, там, государственного чрезвычайного управления, делать комитет по чрезвычайному управлению, по типу нашего, там, ГКО, там, или прочее, то, что делали во время войны. Там надо, как бы, четко определяться, там, с финансовой системой, более-менее, там, с национальной социализацией, неважно. Потому что надо обеспечить жизненный уровень. Если он не обеспечит хоть немножко, чтобы вот на одну гривну жизненный уровень Новороссии будет лучше, чем в соседних областях, все, это будет победа. Если там будет, как бы, хуже, чисто хозяйственная жизнь, это будет поражение. У меня, к сожалению, не все я могу сказать, но есть, как бы, вот это самое, есть подозрения по аналитике, по всему, по открытым источникам, здесь никуда даже не надо. Есть подозрения, что сейчас это будет не совсем, к сожалению, так радужно. Мне так кажется. Я одну реплику сделаю. Значит, вчера Франц Вальтер Штайнмайер и Лавров согласились с тем, что военного решения на Украине не будет. Его нет. Что это значит? Это значит, что ни одна из сторон не может победить. Если бы хоть одна из сторон могла победить, то военное решение уже бы состоялось. А поскольку его нет, то это значит гражданская война, это заноза, значит, перетягивание каната, кто лучше, кто хуже, перестрелки и все прочие вещи будут длиться годами. Почему годами? Потому что Украина должна сковывать Россию на европейском направлении, тогда как основной театр войны будет на Ближнем Востоке. Почему эта заноза украинская будет годами, значит, сотней? Потому что это разбивает китайский стратегический тыл. Потому что Украина должна была войти в этот шелковый путь, в экономический бой в шелковой пути. Поэтому разбивать Украину, это значит лежать китайцев стратегического тыла. И сковывать Россию на годы, на второстепенном направлении. Поэтому, друзья мои, что там будет на Украине? Это второстепенный фронт. Потому что сейчас все основной фронт, вот эта Новороссия, она оторвала внимание от основных событий. Она оторвала внимание от основных событий. Ну а какие основные события, я через неделю расскажу. Просто, сейчас одну секундочку, чтобы понятно было. Мы на вопрос ответим, ради Бога у нас. Просто поймите, я не всегда согласен с Андреем Петровичем. У меня как бы святочка зрения на этом. Потому что гораздо быстрее решить. И в нашу пользу, а не в нашу пользу. Без разницы. Можно вспомнить, как начиналось, я все время повторяю. Это слова старости на порядок, где-то класс. По старости нашей пациентке. Когда сборная Советского Союза раскатала бразильскую сборную. Посмотрите, как раскатали сейчас это самое. На последнем мировом члене, кто там вышел. Бразильцы там вышли, да? Вот эти вот, как бы, пассионарные, дамы и прочее, вышел класс. Не класс, а вот этот вот, машина, вот этот порядок. Там можно и той стороне посоветовать, и той стороне посоветовать. Мы этого не будем делать, просто не советуем практически. Господь с ним. Я просто, к чему это хотел сказать? Мы говорили, что да. И мы изначально кричали, еще в прошлом году, что основное направление это Ближний Восток. И будет целаться возможность нас туда затащить. Мы уже готовы, я сейчас не говорю про экономику, как мы экономически готовы из-за этого самого, из-за этих санкций, залезть на этот Ближний Восток. Уже готовы и залезем, как бы, да, потому что надо будет решать свои какие-то вопросы. Мы говорили о том, что вот это самое, что Украина, это вот эта инфракрасная ловушка, которая у нас затянут, и нас затянули туда. С Крымом получилось, и мы там были, смотрели, как это получилось. Это было само по себе интересно. Это можно как бы рассказывать, как это Господь с ним еще не может быть, расскажет и участники, и люди со стороны. Но с Новороссией не должно было получиться, это не хватило замыслом. И когда туда поехали те же крымские люди, и как бы начали там это же делать, они тоже надеялись, что вот так вот все будет, и Россия так поведет. Россия так не повела, и в эту ловушку влетела. И что бы она тогда ни сделала, еще по мое месяцу, там вели бы войска, не вели войска, мы все равно туда влетели. Но сейчас мы попали в позиционную войну, нам сейчас, если уж с точки зрения военной говорить, самая такая тяжелая война, самая большая потеряна может быть. И мы попали в эту ловушку, потому что отпустить нам русский мир, про который мы сейчас говорили, невозможно. Я в прошлый раз, помните, показывал там эти самые путинские ножницы. Нам отпустить этот русский мир невозможно уже сейчас, потому что люди там, как бы на нас понадеялись. Они пришли и сказали, что мы часть вот этого мира, про который говорил Магомед, мы чувствуем себя частью этого мира, и как бы мы в него вошли, мы в него попросились, если мы теперь их отпустим, как это сейчас все, русский мир тогда и закончится на этом. Лучше бы было бы вообще не залезать, по-хорошему. Не можем теперь это сделать. И победить мы там сейчас пока не можем, потому что более сложно. Более того, я, собственно говоря, чего хотел сказать, когда начинаешь разговаривать с политиками, с людьми, которые там хоть как-то принимают решения, дают какие-то рекомендации, дают там свои отзывы и прочее, и начинаешь как бы на пальцах, то, что мы здесь уже много лет, вот Андрей Петрович, как он говорит, все стучит и стучит, рассказывать, что там есть интересы Турции, там есть интересы Китая. Интересы Китая? На Украине там все за голову хватаются. Какой Китай? О чем вы говорите? А вот китайцы сейчас опять вот этот мост, который собирается строить, обратите внимание, там как бы мосты Перенестры, опять китайские туда полезли, они сейчас опять там на дорогу участвуют. Почему китайские? Потому что у них есть интересы там. Там есть интересы Израиля. У них есть и... Да, и деньги тоже. У них есть интересы Израиля. Когда ты начинаешь там на пальцах, если почему Янукович поехал в декабре в Китае, что он там просил, и что он там их предложил вместо этого, и почему произошел этот Майдан, почему ускорилась, вот эта поездка в Китай Янукович ускорила к Майдану, произошла мне в 15-м, в 14-м году и прочее, прочее. И все смотрят на тебя ногами круглым. Я же сказал, что качество падает. И мы высоко взлетели, а может быть качество тех, кто слушает, уже начинает падать. И для них это просто полное откровение. Как это там? И вот эти, и вот эти, и какой там интерес из Израиля, и какой там, и прочее, и прочее, и как мы влетели. Нету стратегического подхода к решению этой проблемы. Стратегии нет. Нету человеку, который, когда на Сталина там говорили, смеялись, что он там свои эти самые операции делает по глобусу, но я этот глобус видел, кстати, там три штуки было, он стоял, думаю, и с ним посылал. Большой глобус хороший. Я бы все дома такой поставил. Реально на мир по-другому начинаешь смотреть. Когда говорили, что он там типа по глобусу от своей эти стратегические операции задумывал, и наверняка... А где же глобализм? Конечно, и наверняка, и вот он должен был задумывать как раз действительно по глобусу, а вот генеральный штаб должен был разрабатывать на этих самых, на километровках. Понимаете? Вот и все. Цените. Давайте мы как бы это сам по-настоящему еще вопросу, потому что мы там на свидание взяли дорогой Магомет. Огромное спасибо за выступление. Вопрос к тебе, как к практикующему жрецу. Форма, то бишь само выступление, оно очень важна. Правильно ли я понял твою основную мысль, что всякое выступление, а ныне и высказывание, имеет лишь смысл, лишь тогда, когда является Евангелием, благой вести? Ну, ты поставил такую высокую планку. По большому счету, конечно, нужно писать лидер только в том случае, если не можешь их не писать, и говорить только тогда, когда не можешь молчать. И, как я в прошлый раз пошутил, нужно всегда иметь возможность, вернее, всегда пытаться воспользоваться благоприятной возможностью промолчать. Потому что мусор бывает не только бытовой, но еще и информационный. Это задача каждого культурного человека, конечно, сделать так, чтобы было поменьше. Перезвонил. Я не знаю, насколько, значит, мое выступление высоко оценивается, значит, присутствующими в зале. Я, как бы, что верно, то верно. Значит, выступал в прошлый раз, где-то без малого, два года назад. И там я больше внимания в своем докладе уделил, так сказать, гемотехническим особенностям предложенной системы. Я, может быть, действительно слегка так покривил душой, значит, может быть, у меня была задача привлечь к моему докладу внимание. Может быть, я, решая эту задачу, может быть, не вполне правомирно, значит, здесь использовал святое для многих ребят, значит, которые погибли там, на юго-востоке Украины, слово Новороссия. Но, вот, с моей точки зрения, в докладе содержится то, что, значит, по крайней мере, духовно должно, как бы, укрепить людей и дать им какую-то веру в возможное решение этой задачи. Значит, что не всякий раз, когда, значит, искренние, душевные, значит, эмоциональные люди приходят для того, чтобы защитить русский мир, в результате, так сказать, будет получаться одна и та же, значит, олигархическая древа. Не всякий раз это будет. Значит, есть другие решения, и в том числе эту задачу я пытался своим докладом, значит, решить и донести это, если бы, для людей. Сейчас, мы еще подадим, Андрей Петрович. Я хочу сказать, что, вот, доклад Магомед Ахмедовича «Триадный принц» — это стопроцентное небополитие. Не будем злоупотреблять доверие в наших хозяев, мы так его на полчаса уже передержали. Большое вам спасибо за то, что пришли, несмотря на холода. Надеемся, увидим вас и в следующий раз. И думаю, что Андрей Петрович в следующий раз тоже даст внушение. Большое вам спасибо. Удача добраться.